В Хакасии первая рабочая неделя нового года была чрезвычайно насыщена региональными политическими событиями. Главная обсуждаемая новость дня, спикер Верховного Совета Республики Владимир Штыгашев должен уйти в отставку. С таким официальным заявлением накануне обратились депутаты Народного хурала Калмыкии в адрес парламента Хакасии с просьбой рассмотреть вопрос об отставке с поста председателя Единоросса Владимира Штыгашева. Официальное постановление с принятым решением за подписью спикера хурала Калмыкии Анатолия Казачко депутатам Хакасии направлено накануне новогодних праздников. Поводом для такого ответного шага послужило то самое оскорбительное заявление Штыгашева в адрес народов Калмыкии, озвученное год назад на январской сессии Верховного Совета. Если вы хотите сохранить калмыцкий народ, его надо подальше спрятать. Представьте, война через год, может, или полтора закончилась, она действительно закончилась через год, полтора, меньше даже. И вернутся, говорит, ростовские мужики, донские казаки из фронта. Жены детей, их и дочерей изнасиловали, отрезали им груди и головы, уничтожили 160 тысяч, только в Ростовской области вырезали калмыки. А население калмыки было всего-то 80 тысяч. И вернутся эти герои, и что вы думаете? Да они пыли не оставят от калмыкии, и никакие войска НКВД их не остановят. Весь минувший год политики и общественность калмыки добивались объективной процессуальной и уголовной ответственности за неадекватное поведение спикера Хакасии. В итоге, как реакция на молчание и отписки, накануне национальной даты памяти и скорби республики депутатами принято принципиальное решение. Цитата. 29 января 2020 года спикер Верховного Совета Республики Хакасия в своем выступлении на республиканской сессии публично оскорбил весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь у фашистов не служил карателем. Фактически записал всех калмыков в предатели и оправдал депортацию калмыков в 1943-1944 годах. До сих пор Владимир Штыгашев не понес должного наказания за свое заявление. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашевым, несовместимо с занимаемой им должностью председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Такое радикальное политическое решение сразу попало в разряд сенсационных и появилось в топ-лентах региональных и федеральных новостей, поскольку за требование отставки спикера Хакасии проголосовало подавляющее большинство – 23 из 27 депутатов Хурала-Калмыкии. При этом, судя по официальным данным, в парламенте республики 21 депутат – это члены Единой России, что подтверждает серьезность намерений представителей народа Калмыкии и полностью исключает какие-либо политические спекуляции на предмет якобы попытки пиара местными депутатами других партий, открыто выступающих в поддержку коллективной инициативы. Особую роль в организации формата открытой и публичной позиции республики сыграл известный общественник, председатель Совета «Наша Калмыкия» Санал Убушиев, который на протяжении года вел активные консультации и переписку с депутатами фракции ЛДПР Хакасии. В процессе общения было принято решение согласовать позиции общественников и парламентариев двух республик на депутатской встрече по видеоконференц-связи, которая состоялась накануне в открытой трансляции сети интернет. Сегодня у нас зум-конференция с депутатами Верховного Совета Республики Хакасия и частью депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия. Этой темой зум-конференции являются еще прошлогодние высказывания спикера Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева по поводу калмыцкого народа. Целый год, целый год у нас эта тема не сходила с обсуждения общественности и 25 декабря на заседании сессии Народного Хурала Республики Калмыки наконец-то Народный Хурал принял постановление о том, чтобы направить обращение на имя депутатов Республики Хакасия с просьбой, с требованием рассмотреть вопрос об отставке Владимира Штыгашева за оскорбительные высказывания в адрес калмыцкого народа. Почему это обращение возникло именно сейчас? Вот этот вопрос мне часто задают журналисты, когда берут интервью. Дело в том, что мы все это время ожидали, что руководство нашей республики, республики Калмыкия, в лице главы республики Батова-Хасикова, в лице председателя Народного Хурала Анатолия Казачко, как члены партии «Единая Россия» жестко потребуют наказания Владимира Штыгашева, но этого не произошло. Впоследствии, правда, появилось извинение Штыгашева, но это извинение трудно назвать извинением. Более того, в конце декабря прошлого года, из передачи на федеральном телеканале «Россия-24» мы узнали, что руководитель вашего региона Валентин Коновалов поощрил Штыгашева за его якобы хорошую работу увеличением его годовой заработной платы на более чем миллион рублей. Тем самым ваш руководитель региона Валентин Коновалов показал, что политик может безнаказанно оскорблять целый народ Российской Федерации. Боль, наверное, от той ситуации, которая происходит с 29 января 2020 года, до сегодняшнего момента она не находит того отклика, который, наверное, должен быть завершен и поставлен в этом глубоком вопросе, поскольку этот вопрос касался не только, наверное, попирания страниц истории в отдельно взятом историческом моменте, да, он касается не только калмыцкого народа, он касается всех народов, которые были выселены насильно и лишились своей исторической родины на территории нашего большого российского государства. Уважаемые коллеги, я хотел в первую очередь поблагодарить за организацию данного мероприятия. В январе прошлого года мы помним это событие, как оно произошло. Это была первая сессия январьская, где спикер нашего парламента, нарушая все правила регламента, взял сам себе слово, вне повестки сделал неадекватное заявление. Конечно, вся сессия была как бы в шоке. Если честно, все депутаты были солидарны и все были возмущены. Но единственное, кто высказал свою открытую позицию, это фракция ЛДПР. Сейчас у нас, чем дальше от войны, тем больше перевирается реальная история. У нас появляются такие доморощенные историки, как Штыгашев. Они пользуются своим служебным положением, пользуются, что их голос громогласен и фактически сочиняют вот такие вот уголовные сказки. Потому что я считаю, что есть заключение специалистов, что его слова, они подходят под уголовную статью. И у нас сейчас идет запрос в государстве и идет государственная линия, что уголовно наказуемо перевирать факты истории. Надо отметить, фракция ЛДПР в Верховном Совете неоднократно обращала внимание на нездоровую обстановку, связанную зачастую с безрассудными заявлениями Штыгашева и напряженным парламентским микроклиматом. На поведение спикера Хакасии обратили внимание и в Государственной Думе. Владимир Жириновский направил официальное обращение в адрес заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрея Турчака. Цитата. «Прошу вас рассмотреть возможность дачи необходимых поручений в части прекращения полномочий председателя Верховного Совета Республики Хакасия В. Штыгашева в связи с неудовлетворительной оценкой его деятельности». Конец цитаты. На сегодняшний день все предложения депутатов учтены. Прорабатывается вопрос организации поездки делегации из Калмыкии в Республику Хакасия для участия в работе январской сессии Верховного Совета депутатов. Определяется список гостей, согласовывается двухдневный план мероприятия визита. Участники поездки также не исключают провокацию со стороны спикера Хакасии Владимира Штыгашева, который в состоянии очередной политической истерии может просто отказать присутствовать на сессии, прибывшем за тысячи километров депутатам Хурала Калмыкии. По данным источника республиканского парламента, такой унизительно трусливый вариант сегодня также обсуждается в коридорах Серого дома. И в случае его реализации в Хакасии будет нанесен очередной репутационный удар. Как бы там ни было, сегодня депутаты и общественники Калмыкии ведут активные консультации и планируют непосредственное участие в сессии Верховного Совета. Также готовится встреча с местными журналистами, на которой представители делегации выскажут свою позицию и ответят на поставленные вопросы.